Всем привет, дорогие друзья и хорошего вам настроения, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Но, к сожалению, в этот раз, ребят, мы с вами навряд ли дойдем до Лиги Сёгунов 3 звезды, даже, наверное, может быть и в 2 не зайдем. Слишком много времени я пропустил, все это связано с работой, с тренировками, ребят. Ну, короче, давайте что успеем сделать, то успеем. Времени у нас осталось мало, буквально 5 часов до завершения этой недели, этой Лиги и так далее. Поэтому давайте быстренько, как говорится, бросим все наши силы и попробуем хоть что-то отбить. Ага, Монда Гека нам достается, замечательно. Так, давайте быстренько сделаем задание. Поднять уровень персонажа, ну это можно легко сделать. Я, ребята, апаю, кого я тут хотел-то, елки-палки, я уже и забыл. Вы мне просили кого-то проапать, и я начал. Ладно, фиксим, давайте, наверное, Хана с вами поднимем до какого-то уровня-то. А тут, в принципе, не очень много и получится. Ну, ать, все, да, ребята? Мутаген закончился, к сожалению. Ну, ладно, фиксим. Так, давайте обменяем ДНК на сюрикены. Замечательно. Так, что дальше у нас? Смотрим по заданию. Так, пройти серию испытаний. Быстренько мы сейчас пробежимся. Возьмем отрядик и, как говорится, в бой. Там 5 часов, ребята, осталось. У меня очень мало откатов. Ну, сколько будет? 5 штучек, по-моему, если я не ошибаюсь, да? И позиция в Лиге Сегунов 1 звезда у меня 86-я вроде бы. Сейчас посмотрим. Я точно врать не буду. Вчера вечером я, ребят, хотел поиграть. Но так как я пришел с работы уставший, как собака, я просто упал, рухнул полежать маленечко и проспал до самого утра. То есть вот сейчас, в данный момент, 10 часов дня, и я пытаюсь что-то здесь наверстать. Ну, вряд ли, конечно, у меня получится. Так. Ну, ребят, если честно, у нас не такой уж и хороший ревард будет по окончании Лиги, чтобы стоило за него тут драться. Ну, серьезно вам скажу. Ну, если бы это был бы у меня, например, Крэнк или еще кто-нибудь такой редкий, или Усаги, например, возможно, я бы все сделал, что в моих силах, для того, чтобы получить хотя бы Лигу Сегунов 3 звезды. Ну, а здесь у нас Черепашка Ниндзя, если я не ошибаюсь, Рафаэль. Так что... Ладно, ребятушки, давайте разбомбим. Тут последнее, как говорится, приготовление у нас идут. Все, он отдыхает у нас, и мы с вами продвигаемся дальше. Кстати, мы еще не прошли одно событие, ребят. Вот что самое интересное. Так что нужно будет обязательно это зарулить. Так, собрать... Давай соберем и сбросим. Может, что-нибудь достанется. О, видишь, змея-карайка нам досталась. Так, забираем. Сразиться, сразиться. Да, давай быстренько найдем ДНК. И будем мы искать на стиранка. Давайте быстренько. Все в темпе, потому что времени у нас в обрез. У меня еще куча дел сегодня. Так что нужно как-то уложиться нам в этот короткий промежуток времени. Так, одно ДНК всего лишь нам дали. А, вот две. Две ДНК. Ну и началось, да? И началось. Больше... Зашибись! Две ДНК из шести попыток. Офигеть! Как специально прижимают. Ребят, десять. Еще ДНК нам надо найти. И тогда мы с вами стиранка можем прапать. Так, обмениваем здесь сюрики. И ищем, кого мы дальше будем с вами апать. Вот самый интересный вопрос для меня. Кого? Кого? Ну... Так, Пиццелицева. Давайте его, наверное, начнем искать. Как всегда, ни шиша не везет. Опять не везет. Слушай, ребята, в последнее время что-то вот с игрой творится не то. Мне не фартит. И на лиге стало очень тяжело играть. В плане того, что я не могу продвинуться. Раньше я пролетал по 10-15 мест, по 20, да? Сейчас по 5, по 6, по 7. Я не знаю, в чем проблема. Что случилось с игрой? Так же, кстати, и в Тауэр Конквест. У нас было недавно обновление. И почему-то у меня вражеские персонажи идут все размытые. А мои все идут четкие. Что за бред? Так, ладно, ребятули. Так, мы с вами получили. Так, ох уж эти белки. Если мы 500 белок победим, мы получим с вами 2 ДНК на Шреддера. Тут, кстати, ну, по чуть-чуть всего надо. Бронированные Траканы. Маузеров. Ладно, это все никто. Не будем отвлекаться. Давай ДНК обменяем здесь. Так, сколько у меня, ребята? Да елки-палки. Так, пицца. Пиццу может быть заработать, не заработать. Давай чуть-чуть попозже. Вначале сбегаем на арену. Уже ранг 88. Ёпп рассеты. 5 откатов. Как я буду здесь справляться? Не знаю. И смотрите, какие уровни. Уже. 50-й, 54-й, 48-й, 49-й. Как, скажите мне на милость, я здесь должен, блин, справляться, а? Как? У меня элементарно не хватит персонажа, чтобы продвинуться. Вот я к чему вам намекаю. Ладно, постараемся. Постараемся. Ну, давай, 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 ребятуречки. Быстренько подбежали. Так, слэш. Ну, в общем, вся эта команда древности. Будем ее, естественно, разбивать. Понеслась. Ты смотри-ка. А, нет. Нет, нет, нет. Сплинтер выжил. Я думал, ёлки-палки, с первой вертушки все полегли. Да на тебе гранату, влобечник, сплинтер. Вот так. Делов-то на копейку. Ладно, ребятуречки, здесь мы с вами выиграли, но это только начало, поэтому все самое интересное и сложное будет у нас впереди. Наверное, я фиг попаду сегодня в Лигу Сегунов. Две звезды. Но в две, если даже и попаду, то в три уж точно мне путь заказан. Так, девятнадцатая. Давай, наверное, вот с этими архарфцами повоюем. Леонардо придется опять же забрать, потому что герои у меня остались не такие уж и сильные. Хотя кто-то мне говорил, зачем ты тратишь, типа, мощных персонажей вкупе вместе с Леонардо, когда они и сами могут справиться. Могут, ребята, но если мы обделаемся, то ничего хорошего из этого не получится. Понимаешь, мы получим меньше бонусов, соответственно, у нас шанс продвижения. Но, Шреддер, ты вообще, я не знаю, какой-то... Да ладно, вы что, издеваетесь, что ли, сейчас надо мной? Вот, сплинтер хоть не подвел, ё-моё. Сорок девятого уровня Донателло не могли пробить оба. Двигаемся. Так, 1025 мутагена мы с вами зарабатываем. Какая позиция? 60-ю, дайте, пожалуйста. 67-ю. Ну, я не знаю, ребят, что творится. В общем, очень и очень медленно мы с вами идем. И даже за кадром, когда я играл в определенные дни, я поднимался, и быстро меня ребята оттуда скидывали. Я не знаю, от чего это все зависит, кто это так делает. Я сомневаюсь, что в игре прям за какую-то неделю игроки так круто возросли. Ну, я имею в виду по левлу. Может быть, очень много этих скачанных версий, как ломаных. Может быть, только из-за этого? Ну, не знаю. Не знаю. Давайте. Я, ребят, играю честно. Никакая у меня не ломка. Все своими силами. Ну, за исключением там пару начальных моментов, когда, ребята, у меня была премиум подписка. Ну, и то для того, чтобы у меня было очень много мутагена и энергии, чтобы я все быстренько это делал и как можно быстрее развивался. Так, сплинтру каюк. И давайте Донателло тоже, наверное, уничтожим. Да, все шикарно. Так, 1025 мутагена мы опять с вами должны заработать и подняться, ну, наверное, на 50... На 50-е место. Я так чувствую. Проверим сейчас. Ну, на 10, ребята, всего лишь на 10 ступенек я поднялся. И как? Вот у меня, ребят, смотрите, билеты уже заканчиваются, но у меня есть доллары, да? Ну, хорошо, я куплю себе, предположим, 10 откатов. Но это же не спасет ситуацию, верно? Вот так вот. Вот такие пирожки. Очень стало тяжело, ребята, двигаться. Очень. Поэтому, как говорится, уж извините, если что не так. Ладно, возьмем, давайте с вами вот еще вот этих вот двух малышей. Возьмем с вами Леонардо. Ну, Лео, давай. И вместе с ними мы возьмем, наверное, ну, давай железную голову. Железную голову. Да, еб, просто ты. Я боюсь, ребят, сейчас кто-нибудь здесь лопухнется. Кто-нибудь лопухнется и наших мундегек, наверное, могут разбить спокойно, в принципе. Ладно, попробуем, попробуем это дело провернуть. Леонардо делает вертушку. Ага, ну, здесь нам повезло. Очень крупно, причем из-за того, что железная голова у нас стал ходить вторым. А так мы могли сейчас звездюлиться по полной программе. А почему 970 мутагена дали? Ё-моё, я не понял. Зашибись. Отдавали 1025, а сейчас дали 970. А то у меня никто не погиб. Что за дела? Я офигею. Вот что я могу сказать вам. Что-то игра вообще как-то враждебно ко мне стала относиться. Даже не знаю. Так, полтиннички у нас, ребята, здесь на кону. Раз, два, три, четыре. Ну, давай тогда так сделаем. Два отката. Нет, ребят, наверное, все-таки мы с вами не попадем. А если попадем, я боюсь, опять меня быстренько оттуда скинут. Не знаю, в чем проблема. Абсолютно не знаю. Поехали. Сколько мы урона нанесем? Ну, слушай, неплохо, довольно неплохо. И попробуем так убрать. Ага. Шреддер, ну, не подведи. Родной мой, ну-ка. Так, погоди-ка, а может плевком? Мимо! По кому? А, он в инвиз уходит. Ладно, хорошо. Это лучший вариант, ребята, в инвизе. Если он простоит. Ну-ка, Эйприл, сможешь? Смогла она пробить. Замечательно. Ну, и сколько сейчас? 970 мутагена или... Ну-ка, покажи-ка, покажи-ка мне. Ребят, я не знаю, здесь 1025. До этого бой был. Мне дали 970. С чем связано? 33-я позиция. Один откат. Очень мало бойцов у меня. Как быть? Как, скажите мне на милости, мне тут быть? Придется нам покупать с вами откаты. 10 штук. А, подожди-ка, 10 штук. Ребята, мы можем с вами не 10 купить. Мы можем... Ох ты, елки-палки. Сора Бакинских не хватает. Ну ладно, 20 откатов. Это тоже, кстати, очень хорошо. Это очень даже хорошо. Так, ну-кася. Секунду. Вот, ребята, у нас разыгрывается Рафаэль. Вот он. Причем, давай посмотрим, сколько у нас будет Рафаэлей на Лиге Сегнов 2 звезды. 30 штук. Да, 30 штук. Теперь берем вот сюда, переходим в список и смотрим, сколько нам нужно для того, чтобы его открыть. Он же у меня не открыт пока еще? По-моему, нет. Вот он, ребята. Ну, смотрите, смотрите, у меня уже 14 штук есть, да? Плюс 30, которые мы с вами получим. То есть, это будет 44. Шикарно. Я его открою. А это самое главное. Дальше-то уже будет попроще. Нам главное открыть нового персонажа. А прокачка это уже потом. Так, ну что же. Тогда я на расслабоне. И это хорошо. Так, давайте-ка мы с вами выберем, наверное, вот этого вот Архаровца. Возьмем Леонардо. Я возьму еще Зека сюда. И возьмем, наверное, каких-нибудь вот таких малышей. Вот. Я думаю, это будет оптимально. Ну, потому что, судя по тому, как у нас проходят бои, у нас связка идет Зек и Лео. Это практически все. Смерть отряду. Сейчас проверим, получится ли у нас на этот раз все, как я задумываю. Или же кто-то выживет. Опа! Ну, нам повезло, ребята. Очень крупно, что к северу выстоял. Против Бибопа он, конечно, устоял. И это замечательно. Если бы он сейчас упал, то у нас был бы бонус минимальный. Так, смотрим, сколько мне дадут. 1075. Все отлично. В чем проблема? Я понимаю, почему такие разбросы? На, ну, я понял, ребят. Там у нас был бонус. Начисление бонусов был усиленный. Ну, понимаете, да? Вот тут 15-19. Если мы возьмем, например, 15-20, то здесь будет бонус усиленный. Может быть, я там слишком слабенький взял? Фикки его знает. Но, в любом случае, давайте еще тогда возьмем каких-нибудь малышей и реализуем их. Поехали. Так, вот они. Вот, ребята, кстати, этот Рафаэль, который у нас разыгрывается. Ну-ка, бомбим. И Леонардо, по идее, должен пробить. По идее. Не знаю, получится, нет? Ну-ка, давай, Лео, не подведи меня. Все шик и блеск вообще выходит. Отлично срабатывает команда. Лео и Зек, это вот парочка, великолепно. Пробомбашивает по полной программе. Причем с офигенным, ребята, бонусом, скритом. Все отлично. Так, ну что же, еще боек, еще боек один. И мы с вами перейдем в Лигу Сегунов. Две звезды. Для этого я буду выбирать, ребят, максимальных. Но максимальных здесь я не вижу, поэтому давай вот этих аглоедиков возьмем. Слушай, а может быть я такой командой смогу всех своих малышей реализовать? Представляете, что если бы такое у нас получилось? Это было бы вообще круто. Но вряд ли такое, конечно, выйдет у нас, выгорит. Стоит кому-нибудь, ребята, обделаться, то есть не добить или еще что-нибудь в этом роде, и начнется разбор полетов. Вот здесь вот очень опасно. Давай попробуем со сплинтера. По-моему, он тут выносовый, да? Вообще великолепненько. Причем я трачу всего лишь два отката, то есть на Лео и на Зека. Я брал их 20 штук, да, но уже, конечно, намного меньше осталось. Но, тем не менее, все, гон, две звезды, я пробился. Но надо, ребята, здесь еще и укрепиться. Мало того, чтобы мы здесь сидели, надо, чтобы был небольшой запасик для того времени. Сколько там осталось? Так, кстати, я не посмотрел. Осталось у нас, ну, пять часов, ребят, пять часов до завершения. Поэтому за пять часов, сами понимаете, могут тебя скинуть в ту же самую глубину, из какой ты вылез. Как говорится, не будем ругаться. Ну, давай вот Маринку возьмем, подеремся немножко с Маринкой. Так, и опять же я беру своих малышей. Раз, два, три. Три, четыре. Точнее, три. Какие четыре-то? Фух. Поехали. Так, и сегодня еще, ребята, пройдем событие, которое мы даже с вами не трогали. Там у меня одно событие осталось. Так, опа! А, ну ладно, это нормули, это хорошо, что он зэка ударил. Ну, Лео, ну ты красава, просто их, как этих, шинкуешь. Молодец, мне нравится. Мне нравится вот такой подход. Опять же, 1075 мутагена. Опять же, мы с вами поднимаемся на какую позицию? В 88-ю. Ну, вот медленно, ребята, медленно идет у нас подъем по рангу. Вот что меня удивляет. Очень медленно. Так, я беру вот этих вот архаровцев. Опять же, сделаем с вами откатики. Слава богу, у нас еще есть. И очень даже неплохо. Как минимум на шесть подходов еще. Раз, два, так. Во. Но 30-е уровни, это, конечно, перебор. Так, у меня, ребят, 30-е уровни уже в бою. Это очень и очень опасно. Сразу вам скажу. Так, и Лео. Давай, давай вот с Донателло начнем. Тут, кстати, два Донателло, это очень опасно. Но мы их всех вырубаем. Вообще великолепненько. Ну что ж, тогда мы продвигаемся и укрепляемся одновременно в этой серии. Так, я, если мы до 50-го места дойдем, потом, когда я выйду, я зайду буквально где-то за два, за полтора часа до перехода на новую лигу. И посмотрим. Если меня скинули, то, то звездец, ребята, я не смогу ничего сделать, потому что откатов у меня больше не будет. Ну-ка, давай-ка мы с тобой возьмем. А тут можно любого брать, но я возьму, ребят, кто послабее. Вот этого вот. Леонардо, Зэк, давай, возвращайся. И еще своих малышей. Где они у меня тут? Ра, раз, два, три. Вот. Тридцатый уровень. С ними, конечно, опять же, повторюсь, ребят, шутковать лучше не стоит лишний раз. Потому что если мы кого-нибудь не добьем, одного удара достаточно будет вот этих вот врагов, чтобы у меня в персонажах мой просто упал. Ты смотри-ка, у Бимова очень много здоровья осталось. Попробуем его пробить. Есть. Ну, слушай, ну это какая-то имбища просто-напросто, да? Ладно, двигаемся. Какая там у нас позиция? Мне главное 50-е место где-то занять, и все, и это будет хорошо, ребят. Но, видимо, сейчас 60-е будет, да? 65-е. То есть еще приблизительно нам где-то нужно провести два боя. Так, ладно, давайте быстренько с этим делом покумякаем. Здесь уже 60-е уровни идут. Тогда берем, берем вот этих вот архаровцев. Вот так-то у нас дело происходит. Так, где у меня? Так, Биба, Пит и Донателла. В бой. И, кстати, ребят, недавно вот на днях, буквально вчера и позавчера, когда я пробовал поиграть, у меня почему-то эта игра очень ужасно лагала. Я не знаю, только у меня или у кого-то еще. Напишите, если что, ребят, в комментариях. Слушай, по-моему, здесь у нас не прокатит. Ай-яй-яй. Ну-ка. Опа. Вот, ребята, и засада. Та самая, про которую я вам и говорил. Кого же нам? Давай его, наверное, вот этого вот. В первую очередь, тыкс. Ай-яй-яй. Ну, что он сделает, ребят? Ну, естественно, ничего не сделает. И Донателла 30-го уровня тоже здесь ничего не сделает. Сейчас нет. Он просто не успел. А все благодаря чему? Потому что зэк бросал свою бомбочку, которая замедляет у них передачу хода. Вот. Ну, что же, отлично. 1075. И, наверное, 55-я будет, да, позиция? 53-я. Ну, что, еще, ребята, один заключительный бой. Я больше, чем уверен, что в Лигу Сегунов 3 звезды мы с вами не успеем пройти. Как бы мы этого не хотели, как бы мы это ни старались, не получится. Так. Ну, что, Лео возвращается. Так, берем Тигра, нейтрализатора. Берем Карайку. И также, наверное, возвращаем сюда зэка. Вот такой вот у нас звездный состав. И попробуем здесь пройти. Враг, как вы видите, уже намного сильнее. Намного. Бомбочка пошла. Шоковая. Так, они все в шоке. Дальше вертушка от Леонарда. Вот. Видите? Выживают они уже. Выживают. Причем довольно легко. Так. Остался Рокстеди, да? Ну, что ты с собой... Куда он бросил? Ага. Это очень опасно. А ну-ка, получи. Батаранги. Мимо. Топ сомневался. Ёлки-палки. На. Ну что же, замечательно. Ну, я, ребят, всех персонажей своих реализую. А после этого можно будет и завершать. 1130 мутагена. Неплохо. 44-я позиция. Так. Так. Очень-очень давно применяю. И она меня никогда практически не подводит. Но вот здесь что-то пошло не так. Хе-хе. Что же дальше? Еще один бой. Буквально все персонажи у меня будут сыграны. Ну-ка. Какая позиция? 33-я. Нет, при желании можно было бы... Нет, хотя вряд ли. Не хватило бы, ребят, у меня откатов. Вот если бы еще бы 10 было бы. Тогда да. Но не хватает 30 почти... Нет, не 30, а 40 долларов. По-моему, уже так, да? Так, посмотрим сейчас. Да, 40 долларов, ребят, не хватает. И тогда вот можно было бы, да, со спокойной душой сказать, что мы с вами попадем в Лигу Сегунов 3 звезды. Так, испытания-то еще не упали? Нет, ребят, еще нормально держится. Так, ну что же, поехали в бой. Давай возьмем самого максимального здесь. Я думаю, что это будет вот этот вот чудик. Раз, два, три. И вот такая вот команда. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята. Я думал, что у меня все отыграют. Но нет, у меня змея-карай попала не в удел. Вот так вот. Ладно, фиг с ним. Из-за нового бойца мы ничего не будем здесь делать, заморачиваться. Ну, не прошла и не прошла. Может быть, я еще успею ближе к концу, к переходу сыграть еще один бой? Может быть. Так, я вот думаю, стоит ли мне на Рокзара вешать провокацию? Я думаю, что нет, скорее всего. Поэтому давай, наверное, вот так вот. Просто будем бомбить их здесь. Так, Леонардо, ты готов? Давай свою вертушку. Вот так. Ну, естественно, естественно. Так, сделаем дополнительную защиту себе. И вот провокацию берем на Рафаэля. Ну. Воу-воу-воу-воу-воу. Смотри. Отважный хрюкальчик, да? Нет, нет. Вам всем, ребята, сейчас будет каюк. Ух. Ну что, теперь моя очередь, да? Веселиться. Минус. Минус. Иди отсюда. И пробивной. Все, ребята. Как-то так. Я думаю, что где-то будет 25-я у нас позиция. И это, кстати, хорошо. Я уж точно уверен, что с Лиги Сигунов Две Звезды нас точно уже не скинут. 25-я? Ну-ка. Даже 22-я. Вот так вот. Ну что, два отката, ребята. Вы прекрасно понимаете, что я ничего не смогу сделать. То есть, если я даже верну Леонардо и этого Зека, бойцов у меня нет. Так, ладно. Тогда идем с вами вот сюда на испытания. Эксперт, ребята. Я про Усаги именно прошел, как видите, три этапа. Очень, кстати, неплохо пофармил эти, как их звать-то, ДНК. Давайте, кстати, может быть, вот здесь попробуем еще. Может быть, вдруг нам три ДНК-шки выпадет, а? Была, не была. Да елки-палки, не это мне надо. Вот. Так, три золотых осколка. Ладно, это фигня все. На, жетоны. Да что ты, специально что ли, а? Портрет короля. Зачем он мне нужен? Комикс, чувак. Да. Да, ребята. Так, железная голова. В принципе, он мне здесь не нужен. Сыра очень мало. 30 жетонов. Очень мало сыра. Зэк выпадает. Ну, это, ребята, уже заговор. В тот раз у меня вот, не поверьте, вот когда я только в первый раз их прошел, я начал в каждой искать. И я нашел здесь две. Здесь две ДНК нашел. И здесь три. То есть, ну, все было топчик, все было замечательно. Слушай, а я сейчас, по-моему, лопухнулся, да? Я потратил сыр. Вместо того, чтобы... Вместо... Вместо того, чтобы проходить испытания, я потратил сыр. Ладно, ребята. Время еще все равно есть. Через сколько там? Через четыре часа. Но мы помним. Горький опыт того, что у нас обычно все это раньше откатывается. Так, я могу купить сыра? Хоть немножко себе. Вот этого вот. Так, 150 долларов. 30 сыра. Да, ребята, я покупаю. Я беру. Надо все равно пройти хоть маленечко. Хоть чуть-чуть. Так, ну что же. У нас Карайка. И это у нас городская война. Тени на солнце. Давай посмотрим, кого нам здесь дали. Слушай, ну, отряд, в принципе, неплохой. Сразу вам скажу. Нам дали Зека. Нам дали Криса. Рахзар у нас здесь. Слушай, как раз здесь у нас и мышки эти есть. Так, врубаем, ребята, автобой. И начинаем здесь быстренько-быстренько с вами продвигаться. Пока у нас это все дело не сбросилось. Вот они и бронированные тараканы, которые нам нужны тоже для выполнения, ребята, этих ежедневных испытаний или достижений. И сможем получить две ДНК на Шреддера. Этого, конечно, мало, но все-таки, как говорится, с миру по нитке голому рубаха. Так, три звездочки получили. Ну, еще бы не получили. И сразу двигаемся дальше. ДНК на Карайку мы получаем. Но, естественно, это все будет обмениваться у нас. Так, вот на Донателло это, да. Доника нам нужно, ребята, с вами улучшать, укреплять. Поэтому любая ДНК, он редкий. К тому же, не всегда и не везде выпадает. Так что все, как говорится, пучком. Далеко мы с вами здесь не уйдем. Ну, докуда хватит пока либо сыра, либо наших сил. Ну, видите, как разбираем. Как корешки щелкаем просто-напросто. Кто у нас тут? Донателло, Рафаэль, да? Хорошо. Поехали. Просто Доника снесли, Рафика тоже. Ну и беремся за этих недокиборгов. Замечательно. Все, разбомбили, ребят. Даже глазом не моргнули. Так, ну это все начало. Это все легко и просто. Донателло нам достается. Так, морозильная кошка тоже, ребята, нам нужно. Сыр пока еще есть, хватает. Я думаю, на 3-4 боя, наверное, должно хватить. Так, опять же, врубаем автобой. Так, крыс мы этих зафигачили. А нам, ребят, нужны не крысы, нам нужны белки, да? Точно. И вот белки, я помню, и бронированные тараканы. А, и маузеры еще нам нужны, вот. Вспомнил я. Так, ну что, морозильная кошка. Микеланджело. Микеланджело был крепок здесь. Ну, вот эти вот, ребята, все ватники. Они поддаются новому удару у нас. Ха. Двигаемся дальше. Крис любит свои мускулы, я смотрю, да? Аж целует их, бедный. Так, двигаемся, продвигаемся. Так, морозильная кошка нам достается. Дальше идет Микеланджело. 45-е уровни здесь. Слушай, ну, я думаю, здесь тоже ничего страшного нету. Естественно, врубаем сразу автобой и быстренько-быстренько их разбираем. Сколько там? Три волны, да, было? Ну, зачем ты это делаешь? Ну, ёпас это, ну... Бакстер Стокман. Зачем? Зачем ты на одного врага вызвал... ...своих маузеров? Непонятно для меня. Зачем он усиляется, Крис? Чего он там пужанулся так сильно? Так, провокацию берет Рокзар. Ну, и последняя у нас тут третья волна. Микеланджело и Донателло. Они начинают почему-то вот с этих вот, со слабеньких самых. Так, они не успеют даже пикнуть здесь. Видишь, одного за другим. Просто прощелкали мы их. Ну, что же, давай дальше двигаться. Я думаю, где-то еще боя два мы должны, наверное, успеть сделать. Судя по тому, сколько у меня, ребята, сыра осталось. 14 штук. Давай проверим. Так, у нас здесь Эйприл Кунаичи, да? Поехали. 55 уровень уже. То есть, следующий бой, ребята, у нас будет 65 уровень. Ну да, где-то мы около предела с вами ходим сейчас в данный момент. Ну, а нам больше и не надо. Потому что я больше уверен, что дальше нам не суждено пройти. Даже если бы у нас был и сыр. Мы после кого? После белки, по-моему, мы не можем никого там завалить. Так что мы уложились с вами, грубо говоря, тютелька в тютельку. Я доволен, в принципе. Единственное, конечно, что вот хотелось бы всего 3 звезды попасть. Ну как? Донатить я не хочу, вкладывать доллары слишком как-то дорого все это стоит. За сколько там? За 200 долларов выкладывать почти 180 рублей. Но это я считаю, что невыгодно. Очень невыгодно. Так, завалили. Донателло, хорош выеживаться. Так, последняя у нас четвертая волна. И здесь у нас Сплинтер, Кунаичи и Леонардо. Так, ну он начинает у меня вот почему-то вот с этих вот. Да? Так, берет провокацию Рокзар. Так, Кунаичи бросает свой веер. Промахивается причем. Ага, Рокзару зап... Так, хорош, Лео. Блин. Зачем он это сделал, я не знаю. Слушай, ну... Вот Баксер меня удивляет иногда. Вот здесь бы он как раз мог бы либо волну применить, да? Либо вызвать маузеров. Нет, он взял в одиночку бомбану. Так, ну все, Леонардо, тебе... Опасно, опасно. Было сейчас вот этого вертушечка. Ну смотри, один враг остается, он вызывает маузеров. Ну смешно просто-напросто. Я не знаю, что мне с ним делать. Автобот, конечно, здесь тупит. По чернаку причем. Ну что же, Эйприлку, Нейчи нам достаются. Это хорошо. И у нас, видимо... Так, 8 сыра. Так, 7, да, ребят? Последний вот этот вот бой. Ну, а дальше вы помните, мы с вами не можем пройти. Да и тем более мне дали не очень сильных таких персонажей, чтобы двигаться на шинегами. Хорошо, хотя бы белку нам дадут заработать. Буду я, естественно, ребята, рулить здесь сам. Ну, с этими хламонами у нас разговор короткий. Наверное. Ну, должен быть. Ребят, повышенная атака. Так, че уж тут. Ну, хорош уже пулякать здесь. Защиту я пока ставить не буду. Ни к чему, я считаю. Давай, кастетом пропечатаем. Я представляю, да? С такими кастетами, с золотыми, ребята, у него. Не простые там какие-то свинцовые, а именно золотые кастеты. Так, еще парочку дронов. Давай. Нет, не будем ставить защиту пока. Я знаю, что я с ними могу так разобраться. Урона они нам особо сильного не могут нанести. А я их могу тут чикать как хочу. Так, ну что? Что он там делает? Ага. Он, ребят, поставил на себя контратаку. Ну, ладно. Давай. Промахиваться. Зэк, ну что ты? Не смог добить. Три удара нужно сделать, чтобы... Хорош уже тут мне шутковать. Мимо. Так, и добиваем. Замечательно. Третья волна. Опять здесь эти дроны. Ну, давай волну, ребята, сделаем смертельную. Хоп. Ты смотри, как прикольно. Пошинковали мы их. Так, ну здесь, наверное... Вот этого, наверное, добьем. А этот... Ах ты. Я думал, он сдохнет. Нет, он не сдох. Что он там делает себе? Контур. Атаку. Она тебе не пригодится, парень. Ну, вот она, заключительная пачка у нас. И мы вызываем маузеров от Бакстера Стокмана. Ай, как хорошо, ребята. Просто замечательно. Теперь пулеметная дробь от Ваньки Сиранка. Так, и бомбочка от Зека. В конце-то концов. Так, что нам тут надо сделать? Давай попробуем пробить Рафа. Нет, это бесполезно было. А если так? Замечательно, все. Ну что, остается Белка у нас, которая сейчас тоже у нас отдуплится. Подожди-ка, нам нужно Кейси завалить. У него откатик там был. Ну и все, и Белочки Хана доигралась она, добаловалась. Ну что же, как-то вот так вот. Ну, я не знаю, ребята, может быть еще, конечно, сбегать можно за пиццей. Там у нас пицца разыгрывается. Можно ее маленечко поднакопить и немножечко поискать. Погоди-ка секунду, у нас приключение, да? Да нет, 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 не это, не это мне надо. Давай-ка вот здесь вот, ребята, крутанем, а? Пару разиков. Ну, а почему бы и нет? А вдруг нам повезет? А вдруг что-нибудь хорошенькое с вами выбьем? Давай, Бибоп, а ну! Ну, конечно, размечтался, Бибоп тебе, ага. И еще разок, поехали. Тормозим. Ай-яй-яй, ну дай Микеланджело хотя бы. Нет, ребята, все по одной ДНК. Как специально все это делается? Я вот не знаю. Фух, была не была. Ну, здесь хотя бы Рафаэля две ДНК. Замечательно. Так, сколько у нас? 40 пиццы? 40 пиццы. Давай зайдем в список. О, здесь, кстати, да. У нас много чего можно обменять. Так, вот у нас караечка. Так, еще, по-моему, да, кто-то был или нет? По-моему, нет. Ладно, давай тогда мы с вами поищем Монда Гека. Может быть, нет, я не могу его искать. Макмана тоже не могу. Во! К северу. И вот мы как раз можем. Одно ДНК есть. Давай второе мне. Не, второе. Давай тогда уж третье. Нет уж, сказали мне. Так, не сейчас. Все, ребята, у нас закончилась пицца. Я все-таки иду сюда и буду зарабатывать ее. Тут немало пиццы, между прочим, зарабатываешь-то. По большому счету. Там за соточку, так это, наверное, точно. Тем более, все это отнимает дело у нас, ну, единицы времени. Вот, видите, один удар и пиццы-лицы просто лежит. И хрюкает в асфальт. Так, давай-ка мне. Пять опыта дают. Пятнадцать пиццы уже. Смотрите, следующий у нас идет двадцать. То есть, уже вкупе тридцать пять пиццы. Ну да, я думаю, что где-то соточка, сто пятьдесят должно быть. Тысяча с удара. Молодец, Лео. Двигаемся дальше. Так, это, короче, главное не забыть. В четыре часа дня у нас, ребята, заканчивается лига. А после лиги, как всегда, мы встречаемся с вами и начинаем проходить. Все с самого начала. Поехали. Ну, на Кумар будет сегодня или нет? Давай-ка. О, он такую вертушку решил сделать. Что ж, тоже неплохо. Ну-ну-ну, давай, я уже знаю, что три звезды, все как полагается. Поехали дальше. Так, вот еще, ребята, двадцать пять. Уже шестьдесят три пиццы. А тут еще тридцать. И тут, по-моему, тридцать пять. Ну да, я вам и говорю, за соточку это точно здесь будет. А ну-ка, влепи-ка ему пощечину этому пиццелицему. Тыч. Ну. А почему, интересно, железная голова не стала ходить? Рафаэль успел два раза сходить. А железная голова там сидел и сопли жевал. Не знаю, зачем. Мог бы бомбануть-то разочек-то хотя бы. Вот, ребята, еще тридцать пиццы. И у нас девяносто шесть в общей сложности. Плюс тридцать пять. Шикарно. Просто шикарно. Давай, последний бой. Он плюется в нас своей пиццей. Слизневой, причем какую-то, да, ребята, нас как бы в паутину. Он нас заматывает. Так, Рафаэль берет провокацию на себя. Железная голова пробует поджечь. До хрустящей корочки у него удается. Ах, смотри. Ты видел, что пиццелица сейчас себе восстановил здоровье каким-то макаром? Хм, у него было совсем немножко. Он начал бросать пиццу и у него автоматически пошел под хил. Очень интересно это было, конечно. Я не знал, что он сам охилит себя. Ну что же, ребята, в общей сложности 128 пиццы мы заработали. Соответственно, мы сразу идем сюда в список. И на ком мы с вами остановились? Мы остановились на... к севере. Вот он. Давайте его искать дальше. Вот еще одно ДНК. Кстати, он как-то тяжеловато ищется на самом деле. Так, нормуль. И все, да, получается. Подождик, вот здесь надо тоже обменять. У нас 11 тысяч ДНК. Ой, ДНК сюрикенов, ребят. Так, можно поискать Кирби. Ну, давайте поищем. Что, как говорится, добру пропадать, да? О, еще ДНК. Неплохо Кирби идет к нам. Смотрите-ка. Кирби прям сам жаждет к нам попасть. Но этот персонаж, еще раз скажу, ребят, мне не очень нравится. Не нравится он мне и все. Ни как хиллер, ни как боец не нравится. Ничего не могу сделать. У меня какая-то неприязнь к нему. Не знаю, с чем она связана, но вот так вот. Так, ну что, у нас, ребята, много еще там? Всего 9 штук. Всего лишь 9 штук. 9 пиццы. Ну, давай. А, мы... Вот, вот. Я что-то думаю... Чего? А, тут нужно 12. Ну, тогда получается, ребята, все. Кстати, у нас сколько УСАГИ? 21 ДНК из 80. Ой-ой-ой, еще копить нам и копить. В магазине мы ничего с вами приобрести не можем случайно? Ну, посмотрим по предметам. 705. А нам нужно 710. Не хватает буквально чуть-чуть. Ой, как у меня мало, ребята. Этих осталось телепортов. Ай-яй-яй. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй-ка, и все. Будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Буквально увидимся с вами через часиков 8, когда у нас сбросится все. И мы с вами пойдем заново на Лигу. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи. И до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok